Привет, дорогие друзья! С вами снова Дугмам Аня и моя собака Софи. И сегодня мы решили сделать вам несколько уроков по дрессировке. Самые простые команды. Ну что ж, в предыдущем видео ваша собачка и вы выучили команду сидеть. А сегодня мы будем учить такую же простую команду для собак. Как вы помните, самые главные правила это то, что начинать нужно с близкого расстояния, хвалить и давать сладомство сразу после того, как собака выполнила команду. А потом постепенно увеличивать расстояние вашей от собаки. И уже со временем можно будет убирать вкусняшку и выполнять команду только за похвалу. Но так как мы начинающие ребята, мы делаем все с лакомствами. Вы можете найти кучу описаний того, как учить командовать собаку в интернете. Вы можете посмотреть другие видео. Сегодня я расскажу просто самый простой способ для меня. Получается, когда Софи уже знала команду сидеть, когда мы могли ее выполнять на расстоянии, когда она точно знала, что означает слово сидеть, мы начали учить команду... Это очень легко выполнять из позы сидеть, потому что собаке проще лечь, когда она сидит, чем когда она стоит. Поэтому это очень хорошая связка двух команд. Давайте посмотрим. Поехали! Сидеть, Софи! Лежать! Молодец! Ай, молодец! Как вы видите, я похвалила Софи сразу после того, как она легла. Вам нужно сделать то же самое. Вы наверняка уже научились команде сидеть. Если не по нашему видео, то по каким-нибудь другим статьям или информации. Теперь попробуем сделать связку, но пока не уходите на далекое расстояние. Покажите, что у вас есть лакомство, чтобы собака знала, что может его получить. Сидеть, Софи. Лежать! Ай, лежать! Молодец, лежать! Вот, предположим, вы попробовали несколько раз, поэтому можно попробовать увеличить расстояние. Лежать, Софи. Молодец! Помните, в команде сидеть я рассказывала, что можно приподнимать руку, тем самым показывая собаке, что она должна сесть. А в команде лежать можно, наоборот, руку опускать, тем самым собака понимает, что нужно лежать. Но эти все знаки мы со временем можем начать убирать, то есть уже когда мы на расстоянии, мы просто говорим слово, и собака выполняет. Либо наоборот, мы не говорим слово, а показываем руку, и собака тоже выполняет. Молодец! Обязательно, когда хвалите собаку, произносите команду, которую вы хотите, чтобы она выучила. Вы можете говорить не лежать, вы можете говорить ложись, там, пол, или еще что-нибудь. Любое слово, которое вы захотите. Как у нас нет команды ко мне, есть команда иди сюда. Вот, ваша собака уже выполняет команду лежать, когда вы близко. А теперь мы пробуем, то есть когда вы показываете ей лакомство постоянно, когда вы ее хвалите и гладите. Теперь попробуем удлинить расстояние. Лежать. Молодец. Попробуем снова удлинить расстояние, отойти еще дальше. Лежать, Софи. Молодец, молодец. Сейчас я почти не использовала руку, только чуть-чуть дернула рукой и показала вниз. Лежать, Софи. Ай, молодец. Молодец. Лежать. Молодец, Софиша. Вот со временем вы на любом расстоянии уже сможете знать эту команду, даже отходить далеко и говорить команду. Обязательно ее похвалить во время выполнения команды. Лежать. Молодец. Сейчас было достаточно показать Софи палец, который направлен на пол, и Софи уже знает эту команду. Молодец. Молодец. Выглядеть это будет примерно так. Софиша, сидеть. Молодец. Лежать, Софиша. Молодец. Дрессируйте своих собак вместе с нами, и будет вам счастье. Пока-пока. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. Пока-пока.